Добрый день, у микрофона Ольга Балезина. Сегодня мы говорим об ипотеке, о том, о чем говорят уже, наверное, во всех ракурсах российские власти, а также о том, что до сих пор является проблемой для многих россиян квартирный вопрос. Сегодня у нас в гостях управляющий Кировским отделением Паузбирбанк Артем Пищик. Добрый день. Здравствуйте. И мы говорим о том, что является ли доступной сейчас ипотека, миф это и реальность. Власти всякими способами пытаются действительно снизить ставки, сделать доступной ее с помощью каких-то субсидий, выплат людям. Но вот кировчанки, например, продолжают говорить. Недавно был проведен опрос, что мешает женщинам рожать. И на каком у нас месте оказалась проблема с жилищными условиями? Номер третий, 8% говорят о том, что... Номер один, вам можно узнать? Номер один это низкая зарплата, 14% из 5,5 тысяч опрошенных кировчанок. Так вот кажется, что действительно и нет достаточных денег, и еще есть большие сложности с документами. Так это или не так сейчас? И в частности, при получении ипотеки в Сбербанке. Ну, действительно, покупка квартиры или дома, это действительно такое очень важное событие, мне кажется, в жизни любого гражданина страны. И, ну, слава богу, на мой взгляд, что сейчас существенно упростились процедуры и принятия решений, и подбора недвижимости, и оформления недвижимости. То есть вот на своем опыте, у меня там первый опыт покупки квартиры, ну, уходит там в начало 2000-х годов. И я реально вспоминаю, как тогда у меня эти сделки все совершались. И если бы все и так дальше сохранялось, ну, каждый бы процесс приобретения для меня был бы, ну, равносилен мучению. А сейчас, по сути, вопрос сводится, ну, к достаточно такому простому выбору на начальном этапе. Надо понять сначала, достаточно ли своих средств или недостаточно. Соответственно, если средств недостаточно, то, конечно, очевидно, мы в первую очередь говорим об ипотеке. И следующим этапом надо уже, по идее, решить, в каких объемах мы готовы получить ипотечный кредит. И часто возникает вопрос, конечно, что первично, да, подбор объекта недвижимости или все-таки сначала определяемся с ипотечным кредитом. Вот мы, как банковские специалисты, рекомендуем все-таки сначала поступить так, что обратиться в банк и получить одобрение на определенную сумму кредита, и, исходя из этого, уже определять, какой объект недвижимости мы сможем приобрести, в зависимости от того объема средств, которые нам в банке одобрят. Причем процедура одобрения, она очень простая, даже не обязательно приходить в банк. Но если мы говорим про Сбербанк, то достаточно или через сайт, или через мобильный телефон установить приложение Домклик, зарегистрироваться в нем, подгрузить туда, на наш взгляд, не очень большое количество документов. То есть, если вы получаете зарплату через Сбербанк, то, в принципе, вам ничего подгружать не надо, за исключением заполнения основных данных и подкрепления скана паспорта. Если вы не сотрудник, получающий заработную плату через Сбербанк, то в этом случае еще нужна справка о ваших доходах. После этого банк рассчитывает сумму кредита, которую готов вам будет одобрить. И, собственно, после этого вы можете подбирать объект недвижимости. Причем, что немаловажно, у вас на это будет 90 дней. Ну и вот, условно, у нас сейчас октябрь. В принципе, если вы сегодня скачаете приложение, подадите заявку, то до Нового года вы уже успеете оформить сделку и въехать в новую недвижимость. Я считаю, это хорошее решение, интересный подарок к Новому году самому себе. А каким образом формируется база недвижимости, которая есть в этом Домклике? Я вот туда зашла, там, я не знаю, можно в любом месте, я в своем доме нашла несколько вариантов. Очень много разных источников поступления информации в эту базу. Ну, во-первых, мы очень плотно сотрудничаем со всеми ключевыми застройщиками, которые возводят первичное жилье в регионе. И первое, что попадает в Домклик, это, конечно, база объектов недвижимости от застройщиков. Во-вторых, у нас очень большое количество партнеров, риэлторов, которые тоже заинтересованы в том, чтобы максимально быстро находить клиентов и быстро проводить сделки с недвижимостью. И они нам в том числе дают свои базы недвижимости, которые подгружаются в систему и очень в удобном виде показываются в системе, как я уже сказал, или через мобильный телефон, или через сайт это можно сделать. Ну, такая у меня мечта, скажем так, задача будущего, чтобы, причем с некоторыми застройщиками у нас эта функция была реализована, мы организуем виртуальные туры, например, по возводимым объектам недвижимости. С компанией «Железно», например, мы это делали, что тоже позволяет минимизировать, скажем так, трудозатраты на осмотр объектов недвижимости. Особенно это сложно, когда объект недвижимости не возведен еще, да, сложно же представить, что он из себя представляет. Соответственно, тоже такой сервис, и я думаю, что в этом в том числе будущее сервиса, когда человек, не выходя из дома, из уютного кресла, может посетить виртуально объекты недвижимости, я думаю, это тоже не за горами. Причем там достаточно интересно, что можно посмотреть, наверное, большую часть информации, которая интересует первично при покупке, то есть и площадь. Конечно, вы, во-первых, можете все отфильтровать, посмотреть, на что вы претендуете. Причем я рекомендую, например, чуть-чуть завышать свои ожидания, скажем так, что если вы подбираете двухкомнатную квартиру, поставьте фильтр еще трехкомнатную квартиру, возможно, вы подберете себе более крупный объект, и при этом сможете потратить меньшую сумму, потому что этот объект может быть с какой-то скидкой, по какой-то акции проходить и так далее. При этом вы очень удобно можете сразу посмотреть район. Все ключевые характеристики, площадь, обеспеченность, скажем так, этого объекта, санузел раздельный, дом кирпичный, одна семья, две семьи и так далее, как в песне. — Фотографии тоже там есть? — Фотографии, конечно. Очень удобно. Ну, зачастую, конечно, мы рекомендуем все-таки посещать объект приобретаемый. Не все делать виртуально, потому что то, что на фотографиях, и то, что в жизни, оно может отличаться. Но, как правило, фотографии достоверные, свежие и позволяют сразу уже оценить, насколько вам этот объект подходит. — Приобретая недвижимость, всегда мы еще задумываемся о том, чтобы она была без обременений, без каких-то там сюрпризов. Вот объекты, которые представлены в дом Клике, они проверены? — Смотрите, у нас вообще вот с этой точки зрения очень хороший вопрос. Действительно, ключевая история. Любой объект имеет свою историю. Истории могут быть где-то непростые, может быть много собственников, могут быть какие-то наследственные истории. И на этом фоне мы предлагаем несколько сервисов, которые, на наш взгляд, позволяют упростить и саму процедуру проверки объекта недвижимости, и в последующем оформлении объекта недвижимости. Это три таких ключевых сервиса, которые мы предлагаем. Сервис номер один — это сервис безопасных расчетов. Это способ безналичных расчетов между покупателем и продавцом, который осуществляется, по сути, через нашу компанию, центр недвижимости от Сбербанка. В чем он заключается? По сути, до того, как сделка будет завершена и зарегистрирована, денежные средства аккумулируются в центре недвижимости, и только после того, как пройдет регистрация в органах Росреестра, денежные средства уже от нас попадают, собственно, к продавцу. И, соответственно, покупатель может быть уверен, что денежные средства в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств никуда не пропадут и не пропадут вместе с потенциальным продавцом. Они просто благополучно к нему вернутся. И продавец, в свою очередь, уверен, что сумма по сделке гарантированно забронирована, и она ему по завершению регистрации сделки тоже попадет к нему. Следующий сервис – это сервис электронной регистрации. Это, по сути, продолжение сервиса безопасных расчетов. Тоже удобный сервис в том плане, что все регистрационные действия происходят без вашего участия. Вы один раз посетили банк, и дальше уже банк на себя берет функцию оформления всех необходимых документов и регистрационных действий в органах Росреестра в режиме онлайн через электронные сервисы. Это очень удобно при совершении, в первую очередь, сделок, скажем так, в разных регионах, что вы находитесь в Кирове, а приобретаете объект в Москве, или, наоборот, находясь в Москве, приобретаете объект, я не знаю, на юге где-нибудь. В этом случае вам не надо ехать непосредственно на территорию нахождения объекта, а вы можете дистанционно через онлайн-сервис, благодаря Сбербанку, провести все регистрационные операции. Ну и ключевой сервис, о котором вы в том числе спросили, это сервис правовой экспертизы, когда мы самостоятельно за вас, по сути, проверяем всю историю объекта, убеждаемся в том, что собственник обладает всеми необходимыми правами, что нет никаких подводных камней, ну и, по сути, даем вам гарантию того, что с объектом все в порядке, и сделка с вероятностью 100% будет совершена в нужные вам сроки и с соответствующими документами на выходе. Причем мы рекомендуем пользоваться этим сервисом не только в рамках ипотечных сделок, а в принципе, если вы заинтересованы в объекте, либо вы хотите проверить какой-то объект, вы можете к нам обратиться, и мы, благодаря сервису правовой экспертизы, вам проверим объект и успокоим вас с точки зрения того, что с объектом все в порядке. Это такая немножко работа на будущее, то есть мы еще не вступаем в сделку ни с кем и просто проверяем. Просто убеждаемся в том, что с объектом все в порядке, и дальше это в том числе нам позволяет принять взвешенные решения, ну и где-то успокоиться насчет того, что все будет хорошо. И можно начать о нем задумываться. Да, да, и планировать. А часто ли приходится какие-то сделки там приостанавливать, или вот при наличии проблем это просто отказ, или возможно найти какие-то компромиссные варианты, и вы просто предупреждаете человека о рисках? Ситуации очень разные. Ну, насчет часто я, наверное, не скажу часто, потому что, по сути, уже до того, как объект попадает в базу, по ряду объектов, мы, в принципе, самостоятельно уже делаем проверки определенные, и в том числе в Дом Клике вы можете уже увидеть, что объект гарантированно проверен, и уже избежать вот этих всех историй с неуверенностью, скажем так, что все пройдет хорошо. Да, понятно, что бывают разные истории, и вопрос могут по регистрации отложить или отказать. Ну, в этом случае, как я уже сказал выше, да, вы как минимум гарантированы от того, что ваши деньги никуда не делись, и они благополучно вам вернутся в случае окончательного отказа от сделки. Либо мы можем поискать варианты, как эту сделку все-таки реализовать, да, или провести дополнительные процедуры, или там разделение, может быть, довести до логичного завершения, там, если были какие-то наследственные дела. То есть мы в этом тоже помогаем. Тоже с участием банка это можно сделать. А есть еще один сервис, о котором хотелось бы вас расспросить. Это страховка все-таки от того, что, видимо, вы не станете собственником, да, что-то обнаружится еще. Что это такое? Ну, как оно правильно у нас называется, страхование права собственности на квартиру при определенных условиях. Вот как это работает? Вообще у нас перечень страховых продуктов очень большой. Это один из элементов. И если говорить про ипотеку, то я бы рекомендовал еще, например, помимо стандартного страхования недвижимости от различных негативных факторов, еще и страховать жизнь обязательно, причем право страхования мы там оставляем на усмотр заемщика. А что касается страхования права собственности на квартиру при определенных условиях, ну, это означает, что в случае, если какие-то риски, такое бывает, были не выявлены в ходе оформления сделки, и в итоге каких-либо существенных факторов вы потеряли право на квартиру, то страховая компания, по сути, за счет вот этих страховых средств компенсирует вам все расходы, связанные с тем, что вы утратили право на объект недвижимости. То есть такое тоже возможно. И если объект, например, нет стопроцентной уверенности, что все с ним хорошо, можно как раз через страхование утраты права на объект застраховать свои риски. И мы, конечно, всегда желаем, чтобы ими не получилось воспользоваться, не дай бог. Но, тем не менее, такая история тоже возможна. Тоже услуга сейчас востребована, особенно если объект достаточно старый, скажем так, с очень длинной историей существования, где такие риски могут быть, мы рекомендуем это делать. А здесь речь идет о возврате денег или о чем именно? О возврате денег. Да, ну то есть, по сути, грубо говоря, вы приобрели там объект за 2 миллиона рублей, потом в силу ряда каких-либо обстоятельств у вас право на данный объект было утрачено, вам вся сумма возвращается. Про страхование жизни еще хотелось бы сказать, спросить. Ну, предпочитают люди все-таки этого не делать, особенно поскольку это все-таки дается на усмотрение заемщика. Почему вы советуете жизнь страховать? Ну, начну с себя. Во-первых, я по всем своим ипотечным кредитам, да даже не только по ипотечным, а по любым и потребительским у меня кредиты есть, я по всем кредитам страхуюсь. Ну, во-первых, что касается меня, да, я там единственный источник доходов в семье, и понятно, что жизнь такая штука, что может очень все по-разному сложиться. Я могу потерять источник доходов в силу каких-либо негативных факторов, да, не будем о всех говорить, но тем не менее. И я считаю, что это в определенном смысле, ну, моя ответственность, что в случае, если со мной что-то случится, что чем будет обеспечена моя семья, и помимо, не дай бог, несчастного какого-то события, на семью еще ляжет бремя, скажем так, долгов, которое, ну, на мой взгляд, будет не очень комфортным, мягко говоря. И поэтому в этом случае я, конечно, однозначно отдаю свой выбор в пользу страхования и жизни, и ответственности, потому что это позволит в случае возникновения негативных факторов существенно минимизировать долговую нагрузку на моих родных и близких. При этом важно понимать, что если мы говорим об ипотеке, то это, как правило, очень длинный кредит. Ну, в среднем у нас ипотечные кредиты берут там на 15-20 лет, но, как правило, гасят, кстати, их быстрее, раза в два быстрее, то есть у нас средний срок жизни, назовем это так, ипотечного кредита 7-8 лет. Ну, тоже вы понимаете тогда, что гарантии, что за 7-8 лет не случится какого-то негативного фактора, ну, никто дать не может. Поэтому для меня, вот я повторюсь, это вопрос личной ответственности и важности именно застраховать своих родных и близких, скажем так, от возникновения такого рода негативных факторов. А каким образом работает вот этот механизм? Ну, если мы говорим про кредит, то, по сути, страхование происходит ежегодно. То есть вы ежегодно платите страховой компании соответствующие страховые взносы, которые рассчитываются в зависимости от суммы кредита. И в случае возникновения негативных факторов страховая компания возмещает сумму по кредиту, ну, то есть ваши родные и близкие уже не задумываются о том, что вот надо гасить и так далее. При этом, повторюсь, у нас достаточно большой пул страховых продуктов, которые связаны не только с кредитованием, а в принципе со страхованием и жизни, и ответственности. И есть у нас страховые продукты, связанные с потенциальной утратой работы, например, да, что если вы не уверены, что в основном в ближайшее время вы работу не потеряете, тоже можем от этого застраховать. И в случае утраты, например, основного места работы, страховая компания вам выплатит соответствующую сумму, которую вы себе в том числе сможете потратить на то время, пока не найдете новое место работы. То есть тоже важно. Говоря о том, когда мы задумываемся, о том моменте, когда мы задумывались об ипотеке, мы можем все рассчитать через домклик, мы можем даже, наверное, примерить, еще не решаясь вообще о том, что берем мы эту квартиру, просто там сопоставить, попробовать свои доходы, свои планы на будущее, вот что-то такое. Здесь еще важно предполагать примерно процентную ставку, и Сбербанк уже не первый раз за год в октябре ее снизил. Да, все правильно. Благодаря чему получается это сейчас? Отличный вопрос, отличная тема. Вообще, вот опять же, за всю историю, да, сколько я уже сказал, там с 2000 года беру ипотечные кредиты. На мой взгляд, сейчас ставки, ну, беспрецедентно низкие. Таких ставок вот за короткую историю, с начала 2000-х, их в принципе не было. И с 1 октября действительно Сбербанк в очередной раз снизил ставки по ипотеке. Ну и плюсом можно рефинансировать ипотеку других банков, если она у вас есть. А в Кировской области, ну и вообще во всей России есть еще льготная ипотека для семей, где появился второй ребенок. Сбербанк с этим работает? Работает. Мы в рамках программы «Ипотека с господдержкой» оформляем ипотеку. На это могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, причем так, что если один из детей родился после 1 января 2018 года, могут рассчитывать на ипотеку с господдержкой. Мы сегодня много говорили о приложении «Домклик», но для тех, кто еще не целиком живет в интернете, есть оффлайновые предложения Сбербанка. Это я сейчас не только о визитах в банк и работе по ипотеке именно с оператором, как обычно привыкли. У вас планируется мероприятие, выставка недвижимости. Да, у нас 9 ноября на базе Сбербанка в офисе на Дерентяево-25 состоится большая общегородская ярмарка недвижимости с участием крупнейших застройщиков, риэлторов, где вы, придя на эту ярмарку, сможете подобрать в себе объекты недвижимости, проконсультироваться, ну и заодно принять решение. Там новостройки будут представлены? Там будут и новостройки, и вторичное жилье будет. Там будет очень большой пул предложений, всех ждем, приглашаем. То есть в течение целого дня можно прийти, посмотреть? Смотреть, проконсультироваться, тут же можно подать заявку, получить ее одобрение и принять решение уже по недвижимости. Мы должны сказать о возрастном ограничении этого мероприятия, приглашая на него кировчан. Возрастных ограничений у нас нет, пожалуйста, мы готовы встречать всех, от младенцев до великовозрастных людей. Пожалуйста, всех ждем с удовольствием. То есть ипотека — это короткие выводы в конце программы? Ипотека? Ипотека — это важно, это интересно, это удобно сейчас. И не бойтесь принимать эти решения, берите недвижимость в ипотеку. Ну и если вы уже сейчас являетесь человеком, который выплачивает ипотеку, есть удобные и выгодные способы выплаты? Выплаты по ипотечным кредитам, и в том числе у вас есть возможность оптимизировать свои расходы по сопровождению этих кредитов. Приходите к нам, консультируйтесь. Спасибо. У нас в гостях был сегодня управляющий Кировским отделением по Сбербанк Артем Пищик. У микрофона работала Ольга Болезина. Ярмарка недвижимости, возрастное ограничение 0+, приложение Домклик, возрастное ограничение 6+, ООО «Страховая компания Сбербанк Страхование». Полезный город